Вы знаете, как оказать первую помощь, если ответите на 7 из 10 вопросов. Вытекание крови алого цвета непрерывной струей. Характеризует кровотечение. Капиллярное, смешанное, венозное, артериальное. Правильный ответ. Артериальное кровотечение сопровождается вытеканием крови алого цвета непрерывной струей. При открытом переломе конечности с сильным кровотечением раны. В первую очередь необходимо, промыть рану перекисью водорода. Остановить кровотечение. Провести иммобилизацию конечности. Обработать края раны йодом. В первую очередь необходимо, остановить кровотечение. Так как это больше всего угрожает жизни пострадавшего. Абсолютный признак, характерный только для перелома костей. Кровоподтек. Припухлость. Крепитация костных отломков. Нарушение функции конечности. Одним из абсолютных признаков перелома костей является. Крепитация, то есть хруст костных отломков. Основное правило наложения шины при переломах конечностей. Только на место перелома. С захватом сустава, расположенного выше. С захватом сустава, расположенного ниже. С захватом не менее двух суставов, расположенных выше и ниже. Главным правилом наложения шин при переломах конечностей является то, что нужно захватывать не менее двух суставов, расположенных выше и ниже сломанной кости. А если это такие крупные кости как бедринная и плечевая, тогда не менее трех. Соотношение компрессий, то есть надавливание грудной клетки к частоте вдуваний при проведении сердечно-легочной реанимации взрослому человеку. 5 к 1, 30 к 2, 15 к 2, 20 к 6. Правильный ответ. При проведении сердечно-легочной реанимации взрослому человеку правильно делать 30 компрессий, то есть надавливание грудной клетки к двум вдываниям воздуха. Мероприятие первой очереди при попадании инородных тел в гортань, если человек задыхается, синеет, срочная госпитализация, срочная трахеостомия, прием геймлиха, ингаляция кислорода. Правильный ответ. Прием геймлиха. Применяется у взрослых пациентов. При выполнении брюшных толчков, спасатель стоит позади пациента и руками оказывает давление на нижнюю часть диафрагмы. Это сжимает легкие и оказывает давление на любой предмет, застрявший в трахее, и, как правило, выталкивает его. Внезапно возникающая потеря сознания — это шок, обморок, мигрень, коллапс. Правильный ответ. Обморок, или синкопия, приступ кратковременной утраты сознания, обусловленный временным нарушением мозгового кровотока. При оказании первой помощи при обмороке нужно уложить человека на бок, лицом вниз, с приподнятым ножным концом, с приподнятым головным концом. Правильно. С приподнятым ножным концом, что способствует притоку крови, а значит и кислорода к головному мозгу. Признаки полной обструкции, закупорки, дыхательных путей вследствие попадания инородного тела. Надрывный кашель, попытка говорить, жалоба на наличие инородного тела в дыхательных путях. Невозможность говорить, кашлять, дышать. Шумное дыхание, кашель. Правильно. Признаками полной обструкции и дыхательных путей являются невозможность говорить, кашлять, дышать. Чем правильно обработать рану внутри, перекисью водорода, йодом, спиртом, бриллиантовой зеленью. Правильный ответ. Рану внутри обрабатывают трехпроцентным раствором перекиси водорода, другие вышеперечисленные растворы вызывают ожог ткани раны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова